Дорогие друзья, добрый вечер! Вы знаете, это полезная консультация. Так, немножечко приоткрывая завесы наших закулисных разговоров, скажу, что наш гость заметил, Людмила, вы сегодня специально в хирургическом, а я ему сказала да, потому что сегодня у нас в гостях Евгений Петрович Гурмизов, офтальмохирург, главный врач офтальмологической клиники. Но Андрей Зайцев и Людмила Ширяева, само собой, будут Евгению Петровичу ассистировать. Евгений Петрович, добрый вечер! Здравствуйте! Ну, поскольку два врача, я, предполагаю, резать меня будут. Я медсестра, все-таки, наверное. Друзья, да, сегодня мы будем говорить про глаза, про наше зрение, про здоровое зрение, про ваши вопросы принимаются, конечно же, начиная уже с этого мгновения. Телефон в студии прежний 635 85 72. Можете также адресовать, пользоваться нашей электронной почтой пользоваться собак топспб.тв. Итак, мы начнем. Ну, круг вопросов, наверное, всего в самом начале, по крайней мере, нашей сегодняшней полезной консультации мы хотели бы обрисовать вокруг таких тем, как катаракта и глаукома. Ну и вообще, вообще, с чем связаны возрастные изменения в зрении нашим с вами, дорогие друзья? И вообще, как часто нужно обследоваться у офтальмолога? Мы начнем с общих вопросов и надеемся, что вы к нам будете присоединяться и уже задавать свои частные вопросы. Напомню еще раз, телефон 635 85 72. Итак, Евгений Петрович, вот в связи с чем возникают возрастные изменения вообще заплевания глаз? Это же не просто вот это неправильное чтение, гаджеты, вот что, какие причины, в первую очередь? Ну, возрастные изменения возникают в основном из-за возраста. То есть это те изменения, которые заложены природой и, по сути, мало кому удается их избежать. То есть даже если человек следит за своим здоровьем, за зрением, не знаю, там, зарядку делает, массаж глаз делает, все равно эти изменения неизбежны получаются? Да, в частности, такое заболевание, как катаракта, это стопроцентное заболевание у людей после 80 лет. После 80 лет. Вы знаете, мы очень часто разные совершенно темы обсуждаем в этой студии с врачами, с хирургами в том числе, и очень многие говорят, касаемо той или иной темы, вот, что заболевание помолодело. Вот насколько катаракта помолодела? Можно ли сегодня вот об этом говорить в 2015 году? Да, абсолютно верная тенденция. Она не только в других отраслях наблюдается, но и в офтальмологии в частности. Действительно, есть, скажем так, более ранние выявления катаракты. С чем это связано? Вероятнее всего, с той нагрузкой, на которую испытывают наши глаза. А сейчас больше, да? Что за нагрузка? Вот сразу в нашем 21 веке первое, о чем думаешь, это компьютеры, телевизоры. Хотя производители заявляют, что уже ничего не вредит нашим глазам, все настолько лояльно. Не под одеялом же с фонариком читают взрослые наши. Нет, конечно, нет. Дело в том, что зрительная нагрузка имеется в виду то напряжение, которое наши глаза испытывают при взгляде вблизи. То есть это создает определенную, скажем так, дополнительную работу внутриглосным мышцам. И в частности, те заболевания, которые возникают от чрезмерной работы, они, конечно, проявляются. Но катаракта большей частью, скажем так, детерминирована генетически. Отступлю немного. Наследственная, что ли? Можно так выразиться. Дело в том, что катаракта, она, скажем, сам хрусталик. Вот, кстати, объясните нам по-человечески, что такое катаракта. Слово такое неприятное. Болезнь, понятно, тоже. А от что страдает? Древние греки называли катарактой. Катар — это значит водопад. То есть считалось, что с поверхности радужки идет водопад и мутнеет хрусталик. На самом деле катаракта — это помутнение хрусталика, то ли иной степени. Вот. И возвращаясь к той теме, что мы сейчас поднимаем, что в энтогенезе, то есть в развитии катаракта, закладывается хрусталик, закладывается из того же зачатка, что и волосы, ногти, кожа. Поэтому вот с возрастом наша кожа изменяется, наши волосы седеют, так же и катаракта возникает. То есть это... То есть хрусталик из того же материала сделал? Да, фактически. Из того же зачатка. Поэтому катаракту, к сожалению, ее не избежать. Но в том, что, скажем так, появляется она раньше, это связано, конечно, с урбанизацией, с общей экологией. То есть дело даже не в том, что мы смотрим в эти гаджеты, в компьютеры, в мобильные телефоны, а то, что мы постоянно концентрируем свое зрение на объектах вблизи. Мы работаем в офисах. Опять же, это актуально для такой патологии, как миопия и нарушение рефракции. То есть это в большей степени определяется. А катаракта все-таки связана, скажем так, именно с возрастом. Евгений Петрович, знаете, уже шквал звонков вам. Но вот прежде, чем мы скажем алло телезрителю, вот поясните. Получается, что, ну понятно, что вся наша деятельность у большинства, если мы не водители, сосредоточена вблизи. Мы готовим, мы шьем, мы занимаемся детьми, мы читаем. Получается, что людям нужно контролировать свою возможность смотреть вдаль. То есть нужно прям делать это, вот в поле выходить, в окно смотреть. Мы можем себе таким образом помочь? В Макаровку поступать для того, чтобы быть вдаль смотрящим. Ты не что, на баке? Вот это? Нет, на баке, когда, да, якоря. Ну я не шучу, мы правда же очень мало вдаль смотрим. У нас очень много профессий, когда мы не смотрим куда-то там дальше своего окна. Значит, существуют нормы Минздрава, по которым уже четко определено, что любая зрительная нагрузка вблизи должна сопровождаться перерывами. То есть 40 минут работы вблизи должны сочетаться с 15-минутным отдыхом. Но ведь, черт возьми, мало кто соблюдает вот эти вот правила, мало кто делает твою упомянутую зарядку для глаз. Я делаю утром и вечером, да, я делаю. На самом деле это очень плохо, это нужно популяризировать, потому что очень большая заболеваемость именно вот с нарушением рефракции. Рефракция это вот это как раз, да? Да, метропия, то есть в основном минус, миопия возникает, если мы не говорим о врожденной и, скажем так, генетически детерминированной, для нее должен быть толчок, то есть какой-то триггерный импульс. И это возникает и как раз из-за неправильной нагрузки. Хорошо, к лечению катаракта мы обязательно вернемся. Получается, что все равно надо людям, мы, понятно, что вылечить всех не сможем, но можем обратиться к телезрителям, обращать внимание на то, чтобы хотя бы вечерами или по утрам, смотрите вдаль, в окно, вот где-то фокусируйте свой взгляд, свой хрусталик на предметах вдали. Да, совершенно верно, да. Было бы на это, вот желание-то есть, время найти на это. Ну, пять минут хотя бы, ну можно. Хорошо, просто уже нам подсказывают два-три звонка на линии, мы с удовольствием приветствуем, с вашего позволения, Евгения Петровича, вам дозваниваются наши телезрители. 635-85-72, мы говорим «Алло, здравствуйте, как вас зовут?» и слушаем внимательно ваш вопрос. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Я Александра Васильевна. Александра Васильевна. Вы меня слышите, да? Слышим, Александра Васильевна, да. Так, у меня вот такой вопрос. У меня единственный глаз, и он слепнет. У меня глаукома. Как, самое, помочь мне или хотя бы приостановить, по себе зрение? Александра Васильевна. Не вешайте трубочку, возможно, Евгений Петрович будет задавать. Такие вопросы. Александра Васильевна, у вас глаукома оперирована или вы на каплях? У меня катаракта оперирована. Катаракта. А глаукома не оперирована, да? Ну, на правом глазу она была оперирована, на левом на этом нет. Но правая меня не видит ничего. Я вас понял. Спасибо за вопрос, Александра Васильевна. Значит, ситуация такая, что при глаукоме крайне важно это стабилизация давления. То есть, если давление хорошее, то изменения, связанные с глаукомой, не наступают. Поэтому существует очень много сейчас препаратов, которые стабилизируют давление. То есть, медикаментозное стабилизение. Медикаментозное лечение, да. Если они не помогают, тогда нужно говорить об оперативном лечении. Существует лазерная форма операции и, скажем, полостная хирургия. Поэтому здесь нужно важно, еще раз, постоянно наблюдаться. Раз в три месяца важен контроль внутриглазного давления. Если оно нормальное, повторюсь, то изменения по глаукоме, как правило, не наступают. То есть, если его можно контролировать? Да, да. А глазное давление связано с давлением, вот, обученным, артериальным? Они не коррелируют абсолютно. То есть, это отдельно замеряемое давление, которое замеряется у врача в кабинете? То есть, иногда, когда метеочувствительные люди говорят, что вот подскочило давление или, наоборот, упало, и они в связи с этим чуть-чуть плохо начинают видеть, так размыто, это не связанные вещи или есть все-таки какая-то? Нет, здесь доля, скажем так, истины есть, потому что на фоне изменения артериального давления может изменяться сосудистый тонус, а это в итоге сказывается на конечном зрении. То есть, все-таки какие-то сообщающиеся сосуды в этом плане существуют? А вот, что касается возраста, Александра Васильевна, телезрительница не сказала, но я так понимаю, что возраст уже, скажем так, мудрый, взрослый. Есть ли тут ограничения по возрасту касательно операций, например, полостной, о которой мы говорим? На самом деле, есть, конечно же, вся медицина основана на показаниях, то есть мы не делаем никакую любую процедуру без четких показаний. Поэтому для каждой процедуры есть свои показания. И здесь важно, чтобы Александра Васильевна понимала, сейчас, в принципе, существует много методов воздействия на глоукому. Поэтому важно, что важно, чтобы в самом начале была диагностирована эта проблема, потому что при глоукоме, если она забирает часть зрения, обратно уже не вернешь. Но основная суть вашего ответа для Александры Васильевны в том, чтобы она вместе с врачом, соответственно, корректировала, как-то пыталась нормализовать внутриглазное давление. Это первый шаг в ее ситуации. Да, совершенно верно. Окей, договорились, спасибо. Евгений Петрович, вот мы продолжаем дальше наш разговор. А вообще, как часто нужно обследоваться у офтальмолога и вообще людям, скажем так, какой возрастной группы, может быть, или половой принадлежности, чтобы вот эту проблему, как глоукома-катаракта, на излете схватить, в момент зачатия еще? Можем ли мы повлиять, приостановить? Конечно. Почему вся современная медицина основана на, скажем так, медицине измерения, когда патология еще не развелась? То есть здесь важно именно, как вы правильно заметили, на самом начальном этапе поймать эти изменения. И поэтому раз в год при нормальной ситуации любой пациент должен обследоваться. Особенно это важно для людей старше 40 лет, если мы говорим о возрастных изменениях. Чтобы не запустить и с чем-то серьезным не встретиться в дальнейшем, раз в год. Да. А если у пациента уже стоит такой диагноз, например, глоукома, либо заболевание сетчатки, то у этих пациентов, как правило, они идут на диспансерных группах. И врачи наблюдают, их активно приглашают. В частности, вот пациентам с глоукомой раз в квартал нужно мерить давление. И раз в полгода измерять поля зрения. И если наблюдается отрицательная динамика, тогда доктор должен либо расширить медикаментозный перечень лечения, либо предложить хирургическое лечение. Вы знаете, можно только дофантазировать, сколько таких вот ответственных пациентов обычно раз в год приходят, проверяют свое зрение, потому что я помню очень хорошо. Я к офтальмологу не захаживал до того момента, когда вот стал очень так мутно видеть какие-то там надписи вдали, дорожные знаки. А ты водитель еще к тому же? Да, я понимаю прекрасно, что вот эти 0,5 и 0,25 там с минусом, они такие достаточно символические, но тем не менее, пока это не произошло, к офтальмологу не заходило. Вот как у нас, да? Ну тебе и 40 еще, Андрюшечка, нет? Все-таки Евгений Петрович говорит, что людям после 40, 3 месяца и пойдешь к офтальмологу. 635-85-72. Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите нас, звоните нам, и мы говорим алло дозвонившемуся телезрителю. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте, слушаем вас. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Я Татьяна Николаевна, мне 62 года. Так. У меня вот такой вопрос. Я утром просыпаюсь, и у меня как пелена на глазах. Вот. И я так закапываю свои капельки, то уфон у меня есть. Вроде как проходит, но потом опять немножко такая, как пелена на глазнице. А у кулиста были, у офтальмолога были? Я не могу ходить, я лежачая, инвалид. Ах, вот. Ко мне даже врач не может прийти, так как нам поликлиника не дает на дом врача. К сожалению, да. Все, тогда слушайте внимательно. Да, давайте тогда узнаем у нашего гостя, что же это может быть пелена. Мы начнем с того, что если поликлиника не может обеспечить специалистам... Который пришел бы домой. Да, то есть существуют другие поликлиники, которые перекрывают эту территорию. Поймите, Татьяна Николаевна, любой осмотр непосредственно на месте более ценен, чем любая консультация, пусть даже там... Так, дистанционно. Совершенно верно. Поэтому я могу вам только сориентировать, что туман с утра может быть связан с таким заболеванием, как нестабильность слезной пленки. Вот если вам тауфон помогает, он временно стабилизирует слезную пленку, и у пациента, скажем так, более четкое зрение возникает. Но здесь может скрываться и более серьезное заболевание, которое мы уже упоминали, глоукома. То есть при подъеме внутриглазного давления возникает туман. То есть как раз вот это пелена, которую мы видели в начале. Поэтому здесь я вам посоветую добиться того, чтобы вас осмотрел специалист, чтобы к вам пришел хотя бы медицинский работник, скажем, средний. То есть не обязательно врач-офтальмолог, а либо медицинская сестра, либо оптометрист, померил давление и посмотрел на предмет грубых патологий. То есть это самый оптимальный вариант. Вы понимаете, с чего начинать лечение, что развивается и происходит в этом доме. А так я могу вам порекомендовать, вот помимо тауфона, есть более, скажем так, правильные капли. Мы, к сожалению, не можем говорить там. Нет, я назову их просто группу. Это стабилизаторы слезной пленки. То есть они без рецепта продаются, отпускаются в аптеках. Но это попробовать хуже они не сделают. Стабилизаторы слезной пленки. То есть так в аптеке нужно сказать. Хорошо, спасибо большое. Но возраст такой, что обязательно показаться. Нужно, да. Ну что ж, да, Татьяна Николаевна, мы надеемся, что вы все-таки найдете врача или, может быть, ваши знакомые, там, и знакомые, и родственники помогут вам. Но врач все-таки очная, консультация какая-то нужна и необходима. Ну что ж, мы успеваем до рекламы. Да, 635-85-72. Добрый вечер, вы дозвонились. Алло, алло, говорите, пожалуйста. Алло. Слушаем вас, здравствуйте. Да, здравствуйте, меня зовут Владимир, мне 31 год, я страдаю пигментной глаукомой. Чуть меньше года назад провели операцию, я периодически использую лекарства, и внутриглазное давление удалось сбить. Вот, у меня на одном глазу первая стадия, а на втором глазу третья. Вот, и сейчас давление сбили примерно до 16-18, а было, по-моему, 30. Вот, то есть, ну, высокое было давление. И я периодически хожу, измеряя давление, но все-таки я чувствую некоторые ухудшения на фактически единственном моем глазу. Вот, и разные врачи говорят разное. То есть, кто-то говорит, что это не глаукомные ухудшения, а кто-то говорит, что глаукома может прогрессировать и при невысоком давлении. Вот, мне интересно услышать мнение специалиста, может все-таки глаукома прогрессировать при невысоком давлении? Спасибо большое, Владимир. Спасибо, Владимир. Хороший вопрос задал. На самом деле, еще давно таким отечественным офтальмологом-водовозовым была включена глаукома низкого давления. То есть, глаукомные изменения возникают при низком давлении. Поэтому, Владимир, для вас, вы уже опытный человек, оперированный, капаете капельки. Что важно, при глаукоме следить за полями зрения. Если, скажем, за полугодовой период у вас изменяются поля зрения в худшую сторону, то есть уменьшаются поля зрения, мы говорим о нестабилизированной форме глаукома. При ней может быть давление нормальным. Тогда мы должны достигать давления целей не 16-18, а может быть 12-15. Я, к примеру, говорю, потому что для каждого конкретного человека они... А вот Владимир сбил до 16-18, как он говорит. Было 30. Делать периметрию, желательно компьютерную периметрию. Офтальмология, она такая отрасль медицины, которая наукоемкая. Чем более современные методы мы используем в диагностике, тем более четкие результаты мы даем. Поэтому здесь нужно на хорошем периметре провести измерения с периодичностью хотя бы в 3-6 месяцев. И если изменения будут в отрицательную сторону, нужно снижать цифры внутриглазного давления. Ну что ж, обстоятельно, доходчиво. Спасибо большое, друзья. На этом не заканчиваем. В 18-18 мы вынуждены прерваться на короткий рекламный блок, после чего вернемся. И телефон по-прежнему тоже 635-85-72. Продолжим с ваших телефонных звонков. А сейчас реклама. Еще раз добрый вечер и традиционное спасибо, что вы нас смотрите. Это полезная консультация. Сегодня вас и нас консультирует офтальмохирург, главный врач офтальмологической клиники Евгений Петрович Гурмизов. Спасибо вам большое за звонки. Мы обязательно всем ответим на вопросы. Но вот прежде чем скажем очередное алло, Евгений Петрович, пользуясь тем, что у нас в гостях высококлассный специалист и хирург, хотелось бы узнать о новых современных хирургических методах лечения катаракты. Да, спасибо за вопрос. Действительно, очень важный вопрос в плане того, что катаракта достаточно распространенное заболевание. И сейчас мы можем предложить пациентам такую лечебную процедуру, как фемто-лазерная хирургия катаракты. Фемто-лазерная? Фемто-лазерная. Что значит фемто? Фемто это из той области, где нано и фемто. Нано это же что-то маленькое, да? Это 10 в минус 9 степени, а фемто 10 в минус 12. Это в районе Сколково что-то. Совершенно верно, в районе Сколково. То есть суть метода заключается в том, что лазер производит, скажем так, большинство манипуляций, которые раньше делал хирург. Мануально, то есть вручную, лазер делает непосредственно бесконтактно. Это самый современный на сегодняшний день вид хирургии. И наша клиника предоставляет такие услуги. То есть установки такие есть у нас в хирургах. Да, действительно, установки, они занимают достаточно большие площади. К ним очень высокие требования по эксплуатации. Но тем не менее, то, что они позволяют делать, это, конечно, из области фантастики. А это фемто еще раз? Фемто-лазерная хирургия катаракта. Вот сразу, это стоит от сотен тысяч, от десятков тысяч? Ну, чтобы сориентировать наших телезрителей вообще. Аппаратура достаточно дорогая. Но то, что сейчас мы предлагаем, это приемлемо. Приемлемо. Да, абсолютно. Хорошо. Вы знаете, я хотел бы поговорить вообще о сезонности лечения катаракты. Вот лето, осень, зима. И как вообще, насколько это актуально в жаркий период. Мы перейдем к этой теме. Просто прием телефонный звонок. Очень долго телезрители ждут. 635-85-72. Как вас зовут? Говорите вы в эфире. Алло. Валентина Георгиевна. Валентина Георгиевна, слушаем, да. Вы знаете, у меня внуку 23 года. В маленьком, маленький, лет в 5, он ударил о качеле, у него отслойка сетчатки. Ему сделали лазерную коагуляцию. И вот с тех пор мы не знаем вообще, как дальше-то нам. Нам никаких рекомендаций как-то не дали. Что делать дальше, вопрос у Валентины Георгиевны? Ну, вообще, в принципе, рекомендации стандартны для всех оперированных пациентов. Будь это то отслойка сетчатки, будь то это катаракта, будь то глоукома. Все пациенты после операции должны наблюдаться хотя бы раз в год показываться. Это при благоприятном истечении обстоятельств. То есть даже такой маленький пациент, у которого еще все растет, развивается, может быть, полностью зарубцовывается? Да, совершенно верно. Поэтому врач, который лечил, который знает пациента, назначает индивидуальный график посещения в зависимости от течения заболевания. Поэтому если от 5 до 23 лет прошло достаточно много времени, я бы рекомендовал прийти и показаться, чтобы провели полное всеобъемлющее офтальмологическое исследование. А того, ну, необходимое? Ну, конечно, конечно. Травма тяжелая, тем более была отслойка. Но, насколько я понимаю, отслойка была локальная, потому что обошлись лазеркоагуляцией. То есть это самый щадящий метод лечения отслойки. Поэтому здесь нужно не забывать, что есть такой специалист офтальмолог и показываться. Вот с вашего позволения прочитаю я вопрос телезрительницы Анны, которая написала на адрес польза собака topspb.tv. Здравствуйте, меня зовут Анна. Подскажите, пожалуйста, моему мужу 27 лет. Ему ставят деструкцию стекловидного тела, так называемые мушки в глазах, и говорят, что она не лечится. Действительно ли это так? Ну, по большому счету, да. То есть деструкция стекловидного тела, опять же, это ситуация возрастных изменений. То есть когда стекловидное тело — это часть глаза, чем, скажем так, полость глаза, которая заполнена, она структурирована, представляет собой вид геля. И у пациентов с большим минусом, либо у пациентов возрастных возникает, скажем так, деструкция, то есть изменение консистенции. Из прозрачного она переходит в волокнистая, и могут быть грубые помутнения, так называемые флотирующие, которые при попадании на зрительную ось вызывают ощущение плавающих мушек. То есть действительно не лечится это? По большому счету, есть, скажем так, если особо назойливые мушки существуют, крупные, которые мешают взору, опять же, это определяется индивидуально на осмотре, тогда проводят так называемую як-лазерную десцизию. Которая корректирует, да? Нет, которая просто разбивает эти мушки, и из больших делают меньше. Но, опять же, это только после осмотра специалиста. Безусловно, конечно. Да, то есть если мушки небольшие, они есть, поверьте, у 90% населения старше 20 лет, в той или иной степени. Просто кто-то замечает, кто-то не замечает? Совершенно верно, да. Особенно на белом фоне, там, погоду светлую, зимой люди замечают. Что кого-то больше, кого-то меньше. Хорошо. Поэтому здесь... К сезонности хотелось бы вернуться к лечению операции, на катаракту. Вот насколько сейчас об этом актуально говорить, там, записываться, кто-то вот размышляет, кому-то назначают операцию. Сейчас, в конце июля, в начале августа, вот что вы скажете на этот счет? Я хочу сказать, что с катарактой тянуть не стоит. Если поставлен диагноз катаракта, ее лучше соперировать. Объясню, почему. Поэтому при катаракте происходит набухание хрусталика. И в некоторых случаях у людей с маленькой анатомической осью, когда размеры глаза небольшие, катаракта может привести к подъему внутриглазного давления. А это, в свою очередь, как мы уже говорили, к безвозвратной потере зрения. То есть, фактически люди могут ослепнуть. Поэтому, если стоит диагноз катаракта, ее лучше удалить. То есть, как раз-то не тот случай, когда мы ждем, есть там хирургическое вмешательство, нагар, удар. Катаракта – это не фрукт. И ждать, пока она созреет, смысла нет. Сейчас мы говорили о современных методиках. Катаракты удаляются через разрез меньше 2 мм. Операции, в частности, у нас делаются амбулаторно. Пациенту не нужно ложиться в стационар. Пришли – ушли. И фактически ждать зимы – это значит подвергать свой организм большому риску потери зрения. А вот после подобной операции, реабилитационный период, сколько в среднем? Есть тем более амбулаторно? Он минимален. Полностью вы заканчиваете лечение и возвращаетесь к обычной жизни через 3 недели. То есть, когда вы заканчиваете капли. И человек возвращается абсолютно к первоначальной своей жизни. С полосы. Да, то есть, катаракту удавляют космонавтам НАСА. То есть, летчикам. И пациенты возвращаются к той профессии, которая они до этого... И в данном случае не ориентируются на сезон, не дожидаются хороанного времени. Нет, потому что это может чревато оказаться. Да, вот спасибо. У нас тут шквал вопросов электронных. И мы обязательно озвучим их, дорогие друзья. Но сейчас, конечно, хочется поговорить по телефону 635-85-72. Добрый вечер. Вы дозвонились. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло. Алло. Здравствуйте. Служим вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне очень нравится ваша передача. Спасибо. Вы великолепные ведущие. Спасибо вам большое. Как вас зовут? Меня зовут Надежда. Надежда. Мы просто семейные врачи по всем вопросам. Это к нашим специалистам мы такие, знаете, семейные слухачи. Мы этого и добиваемся. Надежда, спасибо вам большое. У меня вопрос такой. Да. У меня вот тетушка 95 лет. Так. Где-то 5 лет назад у нее заболели глаза. Ей стали прописывать в театральной поликлинике всякие капли. Она и капала, но она ослепла на правый глаз полностью. Левый глаз она не ослепла. Она даже читает без очков. Но, к сожалению, ее беспокоит. У нее под нижним веком вдруг стали образовываться какие-то бледные, ну, бледные такие, как опухоли небольшие. При пухлости? Да, при пухлости. Не при пухлости, а именно какие-то бледные. Родинки, попеломочки такие, да? Да, типа попеломы. И вот мне бы хотелось узнать, нужно что-то делать или уже ничего нельзя сделать? И ослепнет она от них или нет? Надежда, спасибо вам большое за вопрос. Ну, вот, Евгений Петрович, надо разбираться. Телезритель спрашивает. Ну, я так понимаю, речь идет о ксантелазмах, то есть изменениях век, при которых образуется жировая ткань, накапливается. Это доброкачественное новообразование, если мы говорим о них, опять же. Ну, по описанию подходит, в принципе, да? Да, по описанию подходит. Понятно, что мы не видели вашу тетушку, 95-летнюю. Обычно они удаляются с косметической целью, то есть если они мешают. Вот, либо если они достаточно большие, вызывается так называемая ретракция нижнего века. То есть когда нижнее веко не дает возможности вот эти образования находиться там, где оно должно быть. То есть возникает ретракция, поэтому их удаляют. Если же ничего не беспокоит, учитывая возраст тетушки, то в принципе можно просто за ними понаблюдать. Но опять же, лучше, конечно, показаться. Потому что ксантелазм и ксантелазм и рознь. А в таком возрасте может быть все, что угодно. Вы знаете, друзья, помимо глоукомы и катаракты, мы сегодня хотели бы с вами, Евгений Петрович, поговорить и про другие заболевания сетчатки глаз. У нас по курсу небольшая короткая реклама, друзья. Мы также принимаем и ваши телефонные звонки, поэтому и эту тему затронем, и ответим на ваши вопросы. И на письма ваши тоже ответим. Обязательно, которых очень много сегодня. За это вам спасибо большое. Небольшая реклама, после чего вернемся. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Напоминаю, что с вами по-прежнему полезная консультация на телеканале Санкт-Петербург. Мы говорим сегодня о проблемах, связанных с изменением зрения, возрастными изменениями, катаракта, глоукома. Вас консультирует Евгений Петрович Гурмизов, автолемохирург, главный врач автолемологической клиники. Вот нам пишет телезрительница, которая, как я понимаю, хотела бы альтернативное мнение услышать. Вот ваше в данном случае. Евгения, мне 53 года, большая близорука, с детства в очках, но уже развилась катаракта. Врач рассказал мне про особые искусственные хрусталики. И якобы после операции я смогу видеть хорошо даже без очков. Для меня это что-то из области фантастики. Неужели такое возможно? Хм, хороший какой, да? Вопрос хороший, действительно. И на самом деле сейчас такая возможность существует. Это речь здесь идет о так называемых мультифокальных линзах. Линзы, которые создают на поверхности сетчатки несколько фокусов. И тем самым человек может обходиться без очков. И вдали, и вблизь видеть. А смотрите, вот 53 года, пишет телезрительница, это связано как-то еще с молодым возрастом? Вот как раз таким пациентам эти линзы и показаны. Потому что они не хотят смириться с тем, что придется одевать очки для близи или, скажем, для дали. И тогда вот мы имеем возможность ставить мультифокальные линзы, которые сейчас достаточно активно используются. И действительно люди перестают использовать очки. То есть данная операция, это не что-то из области фантастики, как упоминает наша телезрительница. А она, а не действует на данный момент? Совершенно верно. Это и работает эта система? Важно здесь иметь, скажем так, представление о типах мультифокальных линз. Существуют так называемые мультифокальные линзы первого поколения, ну и, соответственно, последующих. Поэтому здесь имеет смысл поподробнее спросить доктора, какую линзочку именно для этого пациента использовать. Потому что это, конечно, сугубо индивидуально. Да, это уже, конечно, на очном приеме. Итак, вот мы по почте не можем подсказать, какая линза. Мультифокальная линза. Мультифокальная линза. То есть действительно можно вернуть вот таким образом зрение и видеть все даже без очков. Для меня это тоже пока фантастика, я в линзах. Евгения, здоровья вам и вам. Евгения, Данила Валентиновна, здоровья. Спасибо, и вам. Звонок сейчас прием. Просто упоминали и про вопрос про другие заболевания сетчатки глаза, помимо глаукомы и катаракты. Вот на что особое внимание мы должны обратить и что делается с этим? Сейчас существуют, к сожалению, опять же, заболевания возрастные. Они молодеют, как вы сказали в начале передачи. И к этим заболеваниям относятся заболевания сетчатки, так называемые макулодистрофии. То есть на сетчатке есть область... То есть как отдельное заболевание? Макулодистрофия, да? Макулодистрофия, да. На сетчатке есть область, ответственная за максимально четкое зрение вдаль, благодаря которой человек читает, четко видит вдаль. И вот при возрастных изменениях нарушается эта область. То есть возникает дистрофический процесс, в результате чего человек теряет способность видеть четко. Вдаль? Да. Ну и вблизь, соответственно. А, и вблизь. Да, то есть, ну, сетчатка – это та часть глаза, которая воспроизводит цветовые импульсы непосредственно в зрительные. Подождите, а как же рекомендации некоторых офтальмологов, окулистов, что если у вас легкий минус, то, возможно, со временем будете носить очки, и он выправится? Как вот с этим? Это немножко из другой патологии, да. Мы говорим о… То, что вы упомянули, это называется явление прейс-биопии. Когда в результате возраста изменяется внутриглазная мышца, которая меняет кривизну хрусталика. За счет этого человек видел и вдаль, и вблизь. А при заболеваниях сетчатки нарушается сама сетчатка. Ну, аналогия с фотоаппаратом. То есть, пленка плохая, снимки плохие. А катаракта и прочее – это объектив. То есть, понимаете, да? И если имеются заболевания сетчатки, здесь, опять же, важно вовремя поймать эти изменения. Здесь очень важны такие диагностические методы исследования, как компьютерная томограмма сетчатки. Она позволяет на высоком уровне оценить характер изменения. И в самом начале мы действительно можем помочь пациентам. Поэтому здесь важно, опять же, пациенты после 40 лет должны полностью на очень хорошем оборудовании обследоваться. И это иногда играет решающую роль. Это призыв, другими словами, да? Призыв, да. После 40 лет, чтобы потом не страдать, не чувствовать себя. То есть, а самое опасное, насколько я понимаю, что изменения могут происходить, а человек не чувствует ухудшения качества зрения? При заболеваниях сетчатки, как правило, человек ощущает изменения. А как раз ощущает. Да, а вот при глаукоме человек может не видеть эти изменения. А механизм запущен, соответственно, и вот когда будут очевидные. Поэтому здесь, если вы замечаете то, что отлично от вашего обычного состояния, какие-то изменения, которых раньше не были, лучше не думать, не гадать, прийти и обследоваться. Вот, 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 вот. Мы поддерживаем нашего гостя в этом мнении. Дорогие друзья, ну много звонков, поэтому, конечно же, алло, мы говорим следующему телезрителю. Добрый вечер, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Константин Исаевич. У меня такой вопрос. У меня от рождения левый глаз очень плохо видит. И у меня все время болела голова. Я армию отслужил. Я уже не буду рассказывать, как я попал в армию. Но меня вообще не брали в армию. Хорошо. А Константин Исаевич, а вы обращались на протяжении своей жизни в начале, когда перед тем, как пойти в армию, после того, как вернулись? Никогда не обращался. Я не знал. А что ж, Константин Исаевич, а чего? Ну, а я не знал, понимаете. Ну, голова у меня болит, а я не знаю, почему она... Так а если глаз один плохо видел, как вы говорите? А я как-то не обращал на это внимания, понимаете? Странно. То есть видел и видел, да? А после армии, когда я стал поступать в институт, значит, и при этом самом... При последнем подседаче экзамена у меня... И, короче говоря, я узнал, что у меня, значит, вот такие глаза. Вот, плохие. Плохие. Один, вернее, левый глаз плохой. Ну, я стал на... Это 64-го года. Я стал носить очки. Голова у меня перестала болеть. Сами, что ли, себе прописали очки? Нет, нет, нет. Мне медики прописали... Фу, слава богу. Кстати, я тут пугает тебя. Ну, так. Вот. Сейчас почему у меня вопрос возник? Потому что у меня, ну, стал... Плохо начинает видеть правый теперь глаз. То есть, такие же признаки, да? Такие же признаки начались. Мне назначили, значит, в прошлом году эту самую операцию. Вот я 10 ноября должен идти на операцию. И тут себе задал вопрос. Если меня от дня рождения левый глаз плохо видит... Ну, я не специалист, я не знаю всех тонкостей. Так, и что? И если я пойду на операцию, мне же не сделают врачи, чтобы у меня и левый, и правый глаз, ну, хорошо оба смотрели. Подождите, Константин Александрович, вот вопрос к нашему теперь Евгению Петровичу, гостю. Вот неужели сделают врачи, удивляется наш телезритель? Детектив, какой-то, детектив. Дело в том, что если, опять же, мы исходим из того, есть болезнь, есть лечение. Константин Исаевич спрашивал относительно правого глаза. Вероятнее всего, правый глаз, видящий плохо с рождения, уже лучше видеть не будет. Потому что длительное время он не видел. То же самое, если рука длительное время находится в гипсе, мышцы атрофируются, и больше не работают. Относительно левого глаза, если есть патология, которую нужно лечить и оперировать, значит, нужно делать. Немножко я из монолога Константина Исаевича не понял вопроса. Я так понял. Константин Исаевич, вы беспокоитесь насчет того, что вам вот этот второй глаз, да, возможно, сделают таким, как вот тот, который был с рождения не очень хорош. Совершенно верно. Вот. Я вот боюсь, понимаете. Ну, то есть вернуть к этой норме, норме первого, который... Нет, нет, конечно, нет. Дело в том, что левый, как я понял, и единственный хорошо видящий глаз, он все время работал и видел хорошо. Если проблема, скажем, опять же, в катаракте, то есть ее удалят, и глаз будет видеть лучше. Константин Исаевич, у вас проблема какая? Какая диагноз катаракта? Глаукома. Глаукома. Ну, с глаукомой здесь ситуация немножко другая. То есть при глаукоме, я повторюсь, затягивать не нужно. Если давление идет вверх, мы его должны снижать. То есть нужно делать. Да. При глаукоме, как правило, речь идет о фиксации тех изменений, которые есть на сегодняшний момент. При глаукоме крайне редко бывает так, что из плохого становится лучшим. Потому что глаукома забирает то и уже не возвращает. То есть смотрите, мы для того, чтобы, я не знаю, успокоить ли Константин Исаевич, я надеюсь, что успокоить, объясним, так, по-колхозному, что называется, врачи не будут делать таким же этот глаз, который будут оперировать, таким же, как он был сам вначале. Ну, врачи же не членовредители, извиняюсь. Да, то есть в любом случае, конечно. Потому что человеческое такое. Нет, здесь есть вопрос о глаукоме Константин Исаевич. Тянуть не стоит, нужно идти, потому что это серьезно. В любом случае, одни не зависят друг от друга, и смотреть тот глаз, на котором будет делать операция, он будет смотреть лучше. Это парный орган, но они, как правило, не настолько, совершенно верно. Все. Константин Исаевич, здоровья вам желаем, и смотреть вперед на несколько километров. И операция, чтобы удачно завершилась, если вы на нее решитесь, 10 ноября. Дорогие друзья, мы прерываемся на короткую рекламу на телеканале «Санкт-Петербург», после которой, конечно же, в студии будем ждать и отвечать на ваши вопросы. Телефонные и электронные. Реклама. Полезная консультация. Прямой эфир. Офтальма-кирурка Евгений Гурмизов, главный врач офтальмологической клиники, сегодня отвечает на ваши вопросы. Телефон в студии 635-85-72. Электронная почта также у нас работает. Даже не знаем, с чего начать. У нас есть общие вопросы. Звонки, электронка. Но мы договорились во время рекламы. У нас электронный, да? Давайте очень короткий вопрос спрашивает Наталья. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, означает ли глоукома то, что человек рано или поздно ослепнет? Или можно что-то сделать? При глоукоме крайне важно наблюдаться. Если человек не наблюдается, то может потерять зрение полностью, безвозвратно. Поэтому, если стоит диагноз глоукома, самый добрый врач, который должен быть, это офтальмолог. С ним надо дружить. То есть раз в полгода ходить, раз в три месяца? Там есть собственный график. Он сам составит этот график, тем более, если ставится потом на диагноз. Совершенно верно. Поэтому здесь, если человек не наблюдается, он рискует стать слепым. Но это не значит, глоукома не равно слепа. Конечно нет. Глоукома, в принципе, как диабет. Люди с этим живут, достигают больших успехов, но нужно наблюдаться. Но следят за собой, заботятся о своем здоровье. Хорошо. Вот отказаться совсем от очков, я предлагаю следующую тему поднять. Сразу после телефонного звонка от наших зрителей. 635-85-72. Как вас зовут? Говорите, мы вас слушаем внимательно. Здравствуйте. Меня зовут Алексей Владимирович. Алексей Владимирович. Да, мне 61 год. В принципе, на зрение никогда не жаловался, и сейчас не жалуюсь. Но где-то приблизительно год назад у меня появился такой дефект, как раздвоение изображения. Вот как будто, вы знаете, в бинокль, когда не сфокусирован, вот такое. То есть не фокусируется изображение, то есть раздвоение его. О чем это говорит? В чем на обоих глазах? Так. А у врача не были, соответственно, да? Дефекты вообще с чем-то связаны. Понятно. Не было у врача. Не были у врача еще, да, Алексей Владимирович? Нет, еще не было. Я вообще, повторяю, у меня всегда зрение единицы было, поэтому мне обращаться незачем было. То есть вы первой к нам обратились. Спасибо вам большое за доверие. Сейчас будем отвечать. То, что сказал Алексей Владимирович, двоение, есть такой научный термин, это называется диплопия. Она может присутствовать при различных заболеваниях. В частности, учитывая возраст, я могу предположить, что есть начальные изменения в прозрачности хрусталика, то есть катаракта. И в результате этого возникает двоение, диплопия. Но в любом случае это может быть более грозный симптом, скажем так, других заболеваний. Поэтому, Алексей Владимирович, не рискуйте, покажитесь специалисту. Хорошо, спасибо. Но опять же, да, это гипотеза, это предположение. Абсолютно. Давайте по поводу нашего глобального вопроса о том, что же вообще делать людям, которые решились, полны решимости избавиться от очков. От контактных лиц хотят избавиться. Да, вот это вот постоянно. Это вообще возможно? И возможно ли это до конца жить? Понятно, что нужно поддерживать потом периодически наблюдаться у офтальмолога. Но тем не менее, вот на что сегодня способна медицина, на что способны вы, вот для того, чтобы действительно раз и навсегда отказаться. И возможно ли это раз и больше очки не носить? Медицина сейчас позволяет действительно избавиться от очков практически в большинстве случаев у людей с нарушением рефракции. Так называемая амитропия. То есть это либо близорукие пациенты, либо это дальнозоркие пациенты. И тут важно отметить, что если человек действительно морально готов для этого, то мы действительно можем помочь. Сейчас, опять же, есть методики лазерного воздействия. Это позволяет достаточно четко, прогнозируемо, персонализировано, то есть индивидуально для каждого пациента составить план лечения, индивидуальную программу и избавиться от очковой, либо контактной коррекции. Потому что часто бывает так, что по роду деятельности пациенты не могут носить очки, либо контактные линзы. У них, к сожалению, есть свой период, скажем так, работоспособности. Человек, который проносил контактные линзы 10 лет, он рискует заработать кератит, конъюнктивит и прочие воспалительные заболевания. Поэтому, если пациент готов сделать операцию, сейчас есть методики по аналогии. Вот с хирургией катаракта есть фемтолазерная хирургия, а есть фемтолейсики, так называемые. То есть фактически бесконтактно, без воздействия врача, контактно производится удаление вот этой рефракции, и человек становится видеть в язычку. Это вот эти вот рефракционные лазерные операции, так называемые. То есть зрение выводится как у пациента? Обычно в нули, что называют? В нули, да. В единице. Да, в нули. Это более точно. В нули более точно. А разве не зрение же правильно единица? Мы говорим об остроте зрения, это единица. А рефракция, то есть что проводят на приборе, это выходит в ноль фактически. А какова статистика, вот люди после подобных операций, сколько лет, я не знаю, десятилетий у них держатся? Естественно, опять же, да, под наблюдением врача, они там не переусердствуются с гаджетами, со всеми делами, с чтением и так далее. Вот сколько держится хорошее зрение? Если пациент наблюдается, то то зрение, которое получают после операций рефракционных, оно держится по жизни ног. При условии, что не развивается катаракта и прочие болезни, понимаете, да? Но, как правило, на активный возраст, то есть до полностью пенсионный, даже с захватом, это хватает. Потом начинаются те проблемы, возможно, те проблемы. То есть если в 40 сделать подобную операцию, можно сказать, что до 65, ну я не знаю, там мужчины, женщины по-разному, если там до 65 можно дотянуть с нормальным, хорошим зрением. Есть такие пациенты, которые делают эти операции в 40 лет, но большинство пациентов делают эти операции после 18 лет. После 18, да. Это как раз является показанием возраст, плюс стабильность рефракции, то есть не меняется ваша рефракция. Ну и необходимость того, что, да, не нужны очки именно в этом возрасте. Да, это очень доброе хорошее. Вот смотрите, Марат нам пишет, начинает письмо с восклицания, не дозвониться сегодня, да, Марат не дозвониться, у нас сегодня, как всегда, популярная консультация. Но Марат дописаться, что, собственно, да. Вот смотрите, Марат пишет, хочу поделиться горьким опытом. Весь 2014 год не мог попасть на прием к окулисту с банальным увитом. Это не опечатка? Увит? Нет, да. Увитом. Приходишь, талонов нет, по телефону не пробиться, в интернете талонов нет. И вот в апреле этого года, случайно находясь в стационаре на обследовании, обнаружена глаукома третья стадия, множество восклицательных знаков. Теперь мне предписана экстретная госпитализация и операция. Вопрос, в чем суть этой операции? А другим налогите к окулисту и идите без талона. Вы знаете, прежде чем начнете отвечать на вопрос, я просто поделюсь своим опытом. Я очень хорошо верю Марату, потому как в некоторых детских поликлиниках в районах приходишь, а в регистратуре просто объявление висит, окулиста нет в принципе. То есть он не работает, но потому что не идут. Поэтому да, я очень хорошо понимаю. К сожалению, печальная история, тем не менее, как можете проконентировать ответственность? В общем, глаукома, предписанная экстретная операция. В чем суть этой операции? Ну, мы уже говорили, при глаукоме стандартная суть операции заключается в снижении давления. Есть несколько методик достижения этого. То есть в некоторых случаях, ну, судя по тому, что глаукома так называемая вторичная, то есть на фоне увита случилось, то здесь предполагается делать проникающую операцию. Вот на третьей стадии это возможно? Да, да, да. То есть делают операцию. Это лазер? Или хирург? Есть и лазерные методики, есть и хирургические. Суть в том, что эффективно снижается внутриглазное давление. А для Марата и для всех, скажем так, наших слушателей я хочу сказать, что существуют ситуации, когда вы можете экстренно обратиться на прием к пациентам, к врачам. Экстренно. То есть экстренные ситуации, как то острые воспалительные заболевания. После операционного течения, в принципе, специалисты осматривать вас должны без талончиков. Хорошо. Спасибо большое за это. Ну и существуют частные клиники, в которых всегда можно обратиться. Все-таки зрение дороже денег. Да, и мы повторяемся, как мы выяснили, что сезонность здесь не имеет никакого значения. Абсолютно верно. Если назначена операция летом, то нужно делать... У нас две минуты. Две минуты совсем остается. Последний телефонный звоночек. Да. Да, говорите, пожалуйста, алло, добрый вечер. Слушаем вас. Алло. Алло, здравствуй. Говорите, это вы. Говорите. Это Диана, я быстренько. У меня маме 74 года. У нее углоукома и катаракта. Вот. Наблюдаем все у врача. Вот. И я просто... Один глаз 70%, другой 30%. Стоим на очередь на операцию на катаракту. Но у нее еще было два инсульта. И шимический и другой. Вот раз сказала, что как бы не факт, что если идет операцию, то это изменится как бы зрение. Ну, стало, видите, она хуже, хотя она и до инсульта наблюдалась тоже у врачей. Так, и с чем вопрос связан? Что вы, как бы, хотите услышать мнение специалиста делать, не делать, соглашаться, не соглашаться в таком случае? Ну, да. Когда сами врачи не уверены в том, что улучшится зрение, да? Ну, да, да, в одном месте сказали. Ну, то есть уже консультироваться там, где мы будем делать эту операцию? Спасибо за вопрос, Диана. Спасибо, да, Диана, за вопрос. Я хочу сказать, что если у вас возникают сомнения по поводу делать или нет, всегда можно обратиться за консультацией в другое медицинское учреждение. Как говорится, одно заключение хорошо, а два или три лучше. Но, как правило, если имеется и глоукома, и катаракта, то, в принципе, здесь, конечно, показана комбинированная операция, то есть операция по замене хрусталика и операция по стабилизации давления. Очень часто бывает так, что иногда мы не ожидаем получить зрение, либо ожидаем получить зрение с низким процентом, а выходит процент высокий. Поэтому здесь нужно индивидуально решать. То есть мы рекомендуем получить и взять стороннее мнение других специалистов. Совершенно верно. Дополнительную консультацию пройти. Евгений Петрович, мы вас благодарим. 20 секунд до конца программы. Мы бы с вами еще один час общались. Евгений Петрович Гурмизов, автолемохирург, главный врач автолемологической клиники, был у нас в гостях. Мы благодарим вас за очень ценные рекомендации, советы, ответы, и самое главное для наших телезрителей. Людмила Ширеева, Андрей Зайц. Мы прощаемся с вами до завтра. Завтра у нас ОГОГО. Галина Александровна Кизима будет вас консультировать о летних всходах урожая. Илье Гулько, слово. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова